доброго всем вечера добрый зритель доброго канала с вами волонтер бездомных животных к сожалению у нас очень плохие новости о щенке-максимке который уже перенес перплазмоз энтерит покусы сородичей и теперь страшный диагноз геомангиосаркома как правило на бывает у старых пожилых больных собак но у молодых щенков она бывает 1 миллион я хочу чтобы вы каждый каждый мой член семьи моей такой дружной семьи каждый гость послушали ролик посмотрели ролик послушали николай николаевич завтра мы едем экстренно на ктм и только нам с вами решать эвтаназия или мы даем шанс этому ребенку пожить больше говорить ничего не могу я очень прошу вас каждого отнестись серьезно к этому ролику с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приветотворить добро наталья добрый день сегодня расскажем про максим по у меня очередной пациент поступал он к нам с травмой тазовых конечностей травмы банальной достаточно по вопросу хирургии это кусанные раны достаточно обширные но банальность этих ран переросла в достаточно серьезный воспалительный процесс который пришлось купировать забрали необходимые посева на момент поступления пациент сейчас надо именно говорить если на данный момент пациент уже стабильно в этом плане то есть как бы с ранами довольно таки неплохо получилось разобраться то есть остались мелкие тонкости потому что когда собака поступила предварительно сделаны были необходимые заборы ведь биохимии общего анализа крови которые при поступлении тяжелых пациентов необходимые также провели заборы пациент на парвовирусный интерит и пероплазмоз что хочется отметить изначально когда наталья привезла собаку у нас уже был разговор о том что собак достаточно можно сказать в тяжелом состоянии по поводу пероплазмоза то есть там предварительно на месте и уже оказываю оказали помощь и как бы с пероплазмозом нам удалось разобраться достаточно быстро но не все так оказалось просто по пцр пришло что пару вирусный интерит у нас оказалось положительно у нас такое получилось достаточно адский коктейль и парва и в обезиоз сам пероплазмоз вот нормально не получалось заниматься собака в плане ран на этот момент потому что собака была источником инфекции с ней работали определенная группа людей то есть эту смену 12 человек который не выходит из инфекционного стационара так называемого да то есть это не стационар даже больше наблюдения то есть животных в том месте постоянно мониторит врачи интенсивной тоже терапии потому что в основном они все тяжелые поступают так как животные с паровирусным интеритом пролечиваются в основном дома первый курс они приходят в клинике а дальше уже владелец сами лечь но в случае с максимкой все достаточно казалось серьезнее парень лег перестал есть появилась диарея обильная рвота и с чем нам пришлось повозиться вот на момент его стабилизации прошло четыре дня установки диагноз собака достаточно неплохо подтянулась по здоровью но не тут все прекрасно оказалось и так как животные находящиеся в клинике по вопросу еще и хирургических манипуляций они проходят обязательные скрининговые исследования узи брюшной грудной клетки и на одном из таких узи в неочередном перед достаточно серьезным вмешательством по зачистке вот этих раневых всех процессов врачами визуальной диагностики была обнаружена достаточно неприятная штука которая называется новообразование это не просто слова это все подтверждено цитологически цитологию провели одномоментно то есть под узи провели пункцию новообразования в брюшной полости спросите откуда молодого животного новообразования достаточно редкие процессы но они бывают как ни странно сделали цитологию и по цитологии на 90 процентов поставили гемангиосаркома достаточно редкая патология именно как новообразование у молодых животных сукубо агрессивный процесс у взрослых животных он достаточно часто встречается он поражает часть всего селезенку качество жизни таких пациентов оценивается после проведенной операции прогноз достаточно у всех разные то есть там проводится тяжелый курс химиотерапии кто-то живет полгода кто-то доживает до двух лет но опять же мы говорим с вами о взрослых животных они молодой собаки на данный момент вопрос стоит об диагностике данной проблемы но диагностика диагностика здесь два варианта первый вариант так как 76 процентов пациентов имеют рецидивы при данной патологии вопрос стоит остро по поводу дальнейшего лечения либо эвтаназии данного пациента если заниматься диагностикой мы должны понимать что это компьютерная томография так называемый онкопоиск мы должны определить точные границы данного образования так как его характер позволяет но его описывает как злокачественный процесс достаточно хорошо распространяющийся на ближайшие органы потому что основная локализация это селезенка сердце вот бывает в печени но и может захватывать другие органы и располагаться других органов молодых щенков это очень сугубо редкая патология но повторюсь она подтвержденная мы бы не утверждали за это если нас не было цитологического заключения на данный момент вопрос то это компьютерная томография онкопоиски на основании которого вы может дифференцировать можно ли эту это новообразование удалять позволяют ли ее границы если нам повезет и границы будут четкие хорошие она не будет захватывать какие-то жизненно важные органы до либо она захватывает но мы можем удалять частично этот орган и собаки это никак не повредит дальнейшем собаку ждет достаточно длительная химиотерапия специфическими препаратами и опять же контроль риски достаточно велики даже после удаления данной проблемы так как для молодых животных повторюсь это специфическая проблема вот к сожалению у нас бывают такие сюрпризы так что на данный момент здесь нужно принимать решение что мы делаем дальше либо мы диагностируем и идем до конца либо это эвтаназия тут уже я думаю решать наталья вместе с вами с ее подписчиками так что спасибо за внимание крепкого вам здоровья и вашим питомцам а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok